Из бесед на книгу «Бытия» о Кротости Сколь великое благо Кротость И какую пользу можно приобресть даже от скорбей Кротость показал правотец Авраам в том, что укротил раздражение Сары И дав ей власть над рабою, через то водворил в доме своем мир А пользу от скорбей можно видеть из обстоятельств рабы Агари Когда она, ослобленная своей госпожою, бежала от нее И потерпев много скорбей, сокрушенную душою воззвала к Господу Тотчас удостоилась вышнего посещения И дабы она знала, что за смирение и страдание удостоена свыше такого попечения Ангел говорит ей «Во чреве имеешь и родишь сына, и наречешь имя ему Измаил Ибо услышал Господь смирение твое» Итак, возлюбленные Знаешь, что скорби наиболее приближают нас к Господу Если только мы будем бодры духом И что тогда мы можем снискать его милость Когда приступаем к нему сокрушенную душою и с горящими слезами Зная это, не будем унывать в несчастьях Но размышляя о пользе скорбей, станем благодушно переносить все случающееся с нами Научимся быть тихими и кроткими Ко всем вообще И в особенности к своим супругам Справедливо ли или несправедливо они будут порицать нас Не будем слишком много обращать на то внимание А более заботиться об одном Чтобы удалять причины неприятностей И в доме своем сохранять глубокий мир Чтобы и жена имела обращение свое к мужу И муж от внешних тревог и бурь мог прибегать к ней, как к пристани И находить в ней всякое утешение Жена ведь дана мужу в помощь Чтобы муж с ее утешением мог переносить все случающееся с ним в жизни Если жена будет кроткая и украшена добродетелями То не только своим сообществом доставит мужу утешение Но и всем вообще окажет ему великую пользу Во всем великую пользу Все для него облегчая и во всем помогая Не оставляя его в тяжких испытаниях Как внешних вне дома Так и тех, которые ежедневно случаются в доме Но как искусный кормчий Она своим благоразумием утишит в нем всякую душевную бурю И своим сожитием доставит ему утешение Живущих в таком союзе супружества Ничто в настоящей жизни не может слишком опечаливать Ничто не может нарушить их мирного счастья Потому что где между мужем и женою Господствует единодушие Мир и союз любви Там стекаются все блага И они, муж и жена Бывают безопасны от всяких злых наветов Ограждены как бы великою несокрушимую стеною Единодушием в Господе Это делает их твержее адаманта Крепче железа Это умножает их богатство и всякое обилие Это возводит их на высшую степень доброй славы Это и от Бога привлекает на них великое благоволение Будем же, прошу вас, ценить выше всего единодушие И все будем делать так И направлять к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранялись мир и тишина Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей И рабы последуют им И по всему дому процветать будет добродетель И во всех делах будет благо поспешения Когда мы угождение Богу будем предпочитать всему То все доброе как бы рекою потечет к нам И мы не будем иметь никаких скорбных чувств Потому что благость Божия все будет не спосылать нам в изобилии И так, чтобы и сами мы беспечально проводили настоящую жизнь И от Господа приобретали более и более милостей Сохраним добродетель Постараемся вести в наши домы единодушие и мир Позаботимся о добром воспитании детей О нравственности рабов Чтобы за все это, получив щедрое воздаяние Удостоится нам и обетованных благ Благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу со Святым Духом Слава, Держава и Честь ныне и пресной Во веки веков Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!